Они уже выходят на самостоянное патрульование и несут службу разом с опытными супрасовниками ДАЕ. Это переймание передового опыта Украин Европейского Союза, когда в Дорожную милицию набирают женщин. Недавно оседевшиеся прошли специальную перепадрихтовку и теперь с полным правом могут нести службу на дорогах в области по выявлению порушальников правилов дорожного руха. Это, наверное, мечта с детства. Всегда хотела служить в милиции и, наверное, по большей части именно в госавтоинспекции. Именно для того, чтобы как-то по большей мере убрать с дорог нарушителей, особенно ведь находящихся именно в алкогольном опьянении, потому что благодаря им, скажем так, в основном больше становится ДТП на дорогах, было достаточно сложно именно в плане общения с самими людьми, потому что еще не знаешь, как с ними правильно разговаривать. Тем более каждому нужен свой подход, с каждым нужно иметь разговаривать по-своему. Всегда смотрела на людей в форме с уважением и решила связать свою жизнь именно с работой в милиции. Эта работа интересная, но в то же время сложная. Все очень необычно, очень много информации в плане законодательства, очень много чего интересного узнала и полезного для себя и, в принципе, для окружающих людей. Нравится эта профессия, потому что интересно работать с людьми, и все люди разные. Гэтая девушка-то в форме не совсем простые новые супрацовники ДАИ, яких взяли на службу для пополнения кадров дорожной милиции в области. Расшение об их приеме стало экспериментом, и по культу такого подразделения нема нигде у Беларуси. Все девушки с высшим образованием, в частности, это либо спортивное образование, либо юридическое образование. Причем все они физически хорошо подготовлены и, как правило, все являются мастерами спорта. Либо по определенным видам борьбы, либо по легкой атлетике. То есть, если вы вдруг увидели хрупкого, красивого инспектора, это не значит, что с ним можно хамить, грубить, либо плохо себя вести. А кромяне сегодня службы у склада дежурных экипажов на их ускладываются из усим новой задачи, как это робится в многих краинах Европейского Союза. В последнее время очень часто в сводках госавтоинспекции фигурируют пьяные женщины, которые неадекватно себя ведут на проезжей части за рулем транспортного средства и неадекватно себя ведут при виде сотрудника госавтоинспекции. То в этой ситуации женщина с женщиной, как говорится, немножко быстрее договориться, в хорошем, естественно, смысле слова. Можно же, как говорится, здесь уже работает психологический момент, да. Плюс ко всему, женщина-инспектор имеет полностью обыскать ту женщину, в отношении которой проводятся определенные, как говорится, мероприятия. То есть, у женщины-инспектора намного больше полномочий в отношении женщины-нарушителя, чем у инспектора-представителя мужской половины. По коллег шесть новых супрацовниц, да и в области. Коллег-экспервент докажет свою жительсоздольность, и он будет продолженный, и такие же ночные экипажи появятся и в инших городах, и не только Брестской в области. Юрий Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин